Посмотрите, даже если тут мы начнем сравнивать и анализировать вещи, которые только что вы посмотрели на выставке, вы увидите, что для немецкого скульптора вот этот мотив «Христос в темнице» нужен прежде всего потому, что его интересует анатомия, его интересует фигура Христа, обнаженная, как вот фигура сидящая. И мы видим такую эмоциональную сцену и ничего подобного, ну за исключением, может быть, двух-трех вещей, наверху бы не встретиться, потому что там акцент вовсе сделан не на фигуре, не на теле, а на лице, на руке и вот на том выражении специфическом. В каждом случае, в каждом случае, да, если бы это была народная культура, насквозь народная, у нас был бы всюду один и тот же народный «Христос». А тут мы видим очень разные вещи, сейчас я к ним вернусь, как сумею. И вот в таких вещах обнаружить признаки народного искусства, примитивного, я считаю, было бы большой ошибкой. Здесь есть то, что скорее ранит это искусство вот с образами, подобными Олимбротовскими, где мы видим духовную ауру вокруг изображения, вокруг черт лица. Потому что здесь, от случая к случаю, мы видим, что художник именно здесь меняет и различает, потому что это его интересует более всего в том художественном задании, с которым он справляется. То есть вот на этом акцент, и этого нет ни в русском барокко, ни в древнерусском искусстве, тем более. И вот, собственно, мое предложение, оно такое. Нам нужно искать не сходства, то есть не наблюдать за тем, что... А вот здесь от немецкой скульптуры XVI века, от немецкой скульптуры XVIII века, или от бизантийского канона, а искать, наоборот, не общее, а специфическое, оригинальное, самобытное. То, что есть только здесь и больше нигде. И для этого как раз я предлагаю обратить внимание на вот эту иконографию, которую я уже сказал. Вот, ну посмотрите, где находится самый иконографический тип, Христос в темнице. Я два слова сказал. Ну вот сцена коронования у Тициана венцом. Вот поругание. И дальше уже следующая страсть – это несение креста и дальше голгофа. То есть между пыткой и смертью, между пыткой и смертью, в ожидании новой муки и страшного испытания с крестом, здесь размещены все вещи, которые вы видели на этой выставке. А вот эта самая темничка, в которой Христос ждет своего часа. И если мы заглянем в широкую иконографию европейского искусства, она более широкая, чем у древнерусского, разумеется, то эссе хома, коронование терновым венцом, поругание Христа будут десятки, сотни, если не тысячи картин. А вот что касается этой ночи, между пыткой и смертью, здесь только пермская скульптура и только, может быть, одна-две вещи, ну вот как некое исключение. И вот исходя из выяснения, что перед нами некий почти уникальный иконографический тип, и нужно выяснять, в чем же его особенность, и дальше делать выводы, а какие произведения из тех, что на выставке, самые интересные и где эти особенности выражены сильнее всего. Мы видим в этих картинках, что Христос задумался, что Он поднимает руку к виску, к голове, может быть, Он дотрагивается до своей раны, может быть, Он дотрагивается до головы, как мы дотрагиваемся, когда думаем, и есть такая, разумеется, иконографическая схема в мировом искусстве, прикосновение к голове как символ мысли. И если мы посмотрим на его глаза, на выражение его лица, и привяжем это вот к этому иконографическому контексту, мы поймем, что перед нами образ думающего Христа, Христа, который сосредоточен на мысли, Христа, который ушел в себя или смотрит куда-то перед собой и думает. И вот дальше возьмите вы хоть Рембрандта, ну, кто, мне кажется, достаточно близок, и у него вы ничего подобного не найдете, думающего Христа. Христа, который вот не так, как у Дюрера, вы видели, да, смотрит на нас после казни и говорит, как же вы меня распяли, да, из упреков, и как бы в сердце смотрит и проверяет его на чистоту. А здесь Христос нас не замечает, на кого он не смотрит, он погружен в себя, а мы, наоборот, можем вот в церковь подойти и посмотреть, понаблюдать за тем, как Христос готовится к смертной муке. Он думает, он размышляет, он пребывает в себе, и это вещь, которую не знает европейское искусство, тем более русское православное с его специфическими канонами. Так вот, здесь самая близкая вещь, но, глядя на нее, я не представляю Христодумающего. Я представляю его, скорее, приходящим в себя и таким вот слишком чувственным, где акцент не на сознании, а на том, чтобы мы могли сострадать, видя это поруганное тело, на его ранах. А в пермской скульптуре, обратите внимание, на ранах нет акцента. То есть там не так устроен образ, что вот, посмотрите, здесь кровь, а здесь рваные раны, ничего подобного. В пермской скульптуре этого нет, а здесь мы скорее встречаем вот такие, почти созерцательные порой образы. Да, он сидит, он ждет, он задумался, и он смотрит либо прямо перед собой, либо немножко вперед, либо в какую-то даль даже устремляет взгляд. И это неподобно ни одному из оконографических типов. И, следовательно, вполне обладает правом считаться аутентичным. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова